Здравствуй. Привет. Я с тобой познакомился, ты интересная, я бы хотел с тобой жить. Для меня это тоже сложно. Мне будет попроще, у тебя очень грязная зелёная футболка. Ты человек, с которым невозможно разговаривать. Я же достаточно хорошо выгляжу. Насколько возможно при этом всём, чтобы была любовь, гармония, идиллия и семейная жизнь? Привет. Здравствуйте всем. Я очень рад и благодарен своей жене, что она пригласила меня на свой первый подкаст. Давай сразу хочу разграничить. Это будет достаточно сложно, потому что мы с тобой каждый день общаемся. Мы каждый день общаемся в разных ролях, на самом деле, и в рабочих. С точки зрения определённых ролей нашей работы и с точки зрения семейных, быта. И вот сейчас мне хочется, чтобы мы начали наш подкаст как интервьюер и психолог. Мне хочется, чтобы с помощью тебя приоткрылся мир для других людей. Это подобно... Вот мне очень нравится эта ассоциация. Возможно, я её тоже слышала от тебя. Есть шахматы. И есть определённые фигуры, у них есть определённые роли. И большинство людей живёт, исполняя роль определённой фигуры. И чаще всего он смотрит на мир с позиции этой фигуры. И видит другие, скажем так, фигуры, только те, которые появляются на его горизонте. Он часто, эта фигура, даже не знает, сколько всего фигур. Какие фигуры бывают. Какие у них бывают действия. Он просто видит фигуру, видит угрозу непосредственно её жизни. И вот хочется выйти за рамки просто фигуры. Посмотреть на шахматную доску чуть выше. Увидеть вот это всё. Это задача сегодняшнего подкаста. И увидеть не только саму шахматную доску. Увидеть игроков, которые играют. И возможно ещё что-то дальше и больше, чем даже те игроки, которые играют. Тогда именно это произошло в моей жизни. Потому что когда-то я вышла из состояния вот этой фигуры. Оно всё стало. То, что фигуре казалось жизненно важным. То, что фигуре казалось критически важным. И то, что переживалось настолько эмоционально, настолько сильно, что невозможно было жить. Это стало очень легко и просто. Потому что на фоне всей шахматной доски эта фигура практически ничего не значит. Особенно если есть некие большие цели. Так вот. Мой, наконец-то, первый вопрос. Потому что пора прекращать разговаривать мне и давать слово тебе. Насколько современный человек может или не может обойтись без психолога? Ну вот это обязательный атрибут современного человека? Интересный вопрос. Понимаешь, сразу нужно классификация, что означает современный человек. Человек, живущий здесь и сейчас. Ну то есть вот прям современный мир. Вот эта вот динамика, новостная лента, возможно просто соцсети, возможно просто много всего происходящего. Современный человек очень часто не справляется именно эмоционально, не физически. И вот психолог, раньше люди ходили к психологам, потому что, ну, то есть если психолог, это ассоциация с псих, психбольной. Ну, во всяком случае, у меня такая ассоциация была еще там, ну, буквально, не знаю, 10 лет назад. И для меня было непонятно, ну, для чего вообще нужен этот человек. Я понимаю, я когда-то начну говорить, нет? Мне очень приятно тебя слышать и слушать, как всегда в семье, если женщина должна много говорить, мужчина должен много слышать. Это нормально, потому что в женщине есть такая вещь, говорилка. Если она не выговорит определенное количество слов, ну, она может даже заболеть. Давай я тебе скажу такую аллегорию. Вот был 20-й век, там, еще раньше, и была начальная школа. Она нужна была или нет? Нужна. Вот я считаю, что сейчас походы или занятия с психологом, это все равно, как ходить в начальную школу. Есть люди, которые не ходили, неграмотные, а те люди, которые хотели быть грамотными и хотя бы уметь читать, получать какую-то информацию, им необходимо пойти к психологу для того, чтобы он открыл эту дверку. Потому что без психолога, без человека мы остаемся, скажем так, ну, неграмотные. Потому что жизнь меняется очень быстро, и появляются новые знания и новые видения. Для того, чтобы их увидеть, нужен другой человек и другие знания. Уже школы недостаточно. То есть раньше было очень важно научиться читать, потому что вся информация приходила каким образом? Ну, через буквы, да. Через буквы, письмо. Подошел в библиотеку, нашел книжку, и все. Сейчас нет такой проблемы. Сейчас информации есть сумасшедшее количество. Ты открываешь или Википедию, или тоже сейчас GPT, и он тебе накидает столько информации, что просто капец. Просто человек сейчас не умеет справляться с этой информацией, потому что ее слишком много. И психолог — это, я бы сказал, вот тот начальный класс, который нужно для того, чтобы человек научился жить в этой информации, выбирать информацию, калибровать эту информацию и применять ее в жизни. Мы выяснили, что психолог нужен. Тогда логичный вопрос, что человек должен его как-то найти, этого психолога. Ну, это абсолютно логичный вопрос. Вот я человек, я услышала сегодня тебя, взрослого, мудрого, умного человека. Нужен психолог. Теперь мне нужно его найти, найти того своего человека. Что это должно быть? Это должен быть свой человек, это должен быть грамотный человек, это должен быть... Ну, вот как найти психолога? Смотри, самое первое — решить, что он тебе нужен. И зачем он тебе нужен. А дальше идёт простая система. Так же, как и со школой. Я дальше вернусь. Первая школа, как правило, где бывает? В том социуме, где ты находишься. Рядышком обычно. Рядышком. Эта первая школа, она достаточно важна. Я бы сказал, очень важная. Но это не самое главное. Это просто ступенька для того, чтобы двигаться дальше. Для того, чтобы выбрать потом психолога, который, вот ты говоришь, чтобы он отвечал твоим запросам, это уже следующий этап. Это приблизительно так, как ты бы выбирал вуз или техническое обучение. То есть это нужен следующий этап. Это очень хорошо, если тебе попадётся такой учитель, который у тебя будет учить с первого класса до последнего. Но, как правило, так не бывает. Каждый раз, когда приходит тебе учитель, он приходит на определённое время, на определённую твою задачу. Когда он её решает, тебе становится неинтересно. И учитель тебе становится, ну, скажем так, другом. У тебя память остаётся. Ну да, он не перестаёт быть учителем. Да, он не перестаёт быть учителем, но ты больше у него уже не можешь взять. И в связи с тем, что сейчас психология очень популярна, да, очень многие поняли, что без неё нельзя. Психологов очень много. То есть не проблема, если человек попадает первый раз к абсолютно любому психологу и просто, ну, скажем так, говоря философски, не бывает плохого, не бывает хорошего. То есть он глобально всё равно решит свои базовые задачи и, исходя из этого, дальше сможет перейти во второй класс или там в следующий уровень образования. Или вопрос не перейти. Ну, потому что, понимаешь, выбираем, как мы. Нам кажется, что умом, но есть и другие вещи подсознательные, когда подсознанием мы выбираем именно то, куда мы идём. Если человек не готов, понимаешь, ну так, сразу раз и выбираешь. Ты ещё в первом классе не учился, а ты раз приходишь в институт и говоришь, а давайте мне учите. Я же нашёл, я же понял, что вы самые-самые. Что ты там будешь делать? Человек всё равно должен быть готов к этому. Потому что неподготовленный человек туда не может прийти. То же самое, давай я тебе про школу. Опять же, понимаешь, если ты трёхлетнего малыша, ну, приведёшь в первый класс. Что он там будет делать? Человек всё равно должен как-то дозреть до этого. То есть мой вопрос, как отличить хорошего психолога от плохого психолога, он глобально неуместен? Неуместен. Потому что для каждого человека есть свой психолог. Понимаешь? Для одного это будет очень хороший психолог, а другого будет вообще никто. И тут система идёт в том, что такой же вариант, какой бит психологии выбирать. Гештальт, телеску. То есть в психологии есть очень много направлений. Одному человеку подойдёт одно, другому – другое, третьему – третье. То есть тут не сам метод, он хороший или плохой, а зависит от того, от ситуации. Я как медик, давайте я такую аллегорию тоже скажу. Например, если у тебя болит зуб, ты идёшь к зубному. А у тебя болит зуб, ты пришла к офтальмологу. Он, в принципе, тоже учился в мединституте. Он посмотрит, скажет, ну, в лучшем случае, если он нормальный офтальмолог, он не будет брать щипцы и что-то там делать. Да, он скажет, он, имея базовые знания в медицине, он скажет, дорогой ему, у тебя проблема с зубами, иди, пожалуйста, к стоматологу. Тоже так же, ну, система, если приходит к стоматологу клиент, да, а у него живот болит. Понимаешь, ну, тоже будет абсурдно, если стоматолог начнёт там что-то копаться. Он тоже отправит дальше. Вот в психологии такая же самая система. Каждому человеку, вот хороший психолог, это тот психолог, давай я тебе скажу, кто, по моему мнению, да, который понимает свои компетенции и то, что он может сделать. Если он видит, что это не его, не в его компетенции, он может её отправить. Отправить или к другому специалисту, да, или, ну, скажем так, к телесно направленному, например, в медицину, если это медицинские показания, они нужны там, или психиатрию, если это, не его компетенция, то есть хороший психолог, психотерапевт, тот, что понимает, что он делает, и понимает уровень своей компетенции, и понимает, что он не бог. Это так же, как доктор понимает. Классный ответ, То есть, есть психология, она всем нужна, в выборе ошибиться в принципе невозможно, потому что ты найдёшь ровно то, что нужно тебе. Следующий момент, который я очень наблюдаю, поголовно и везде, это некий тренд осознанности, ощущение, что уже открываешь просто, не знаю, ленту соцсетей, и никто не ходит ногами по земле. Все просветлённые, все коучи, все психологи, наставники, все кого-то ведут куда-то. Это тренд, или это реально некая точка невозврата, и вот современное человечество уже реально пришло к тому, что вот просто вот фигач, и наплодилось столько людей. Осознанность, ну это на сегодняшний день тренд, но в глобальном это необходимость человека. Если человек закрывает свои, почему это сейчас настолько трендово, потому что это следующий уровень, когда закрыты все базовые потребности. Раньше люди жили, понимаешь, и мало кто смог закрыть свои базовые потребности в полном объёме. Поэтому тогда не было необходимости идти куда-то дальше. Самое главное было закрыть вот эти базовые потребности. Ну и в принципе многие всю жизнь только этим и занимались. И сейчас тоже те люди, которые не закрывают свои базовые потребности, они туда не идут. Они пытаются, они думают, что если не просветлятся, там сразу всё привалит. Ну я часто встречаю тех, кто называет себя осознанными, но при этом у них реально не закрыты базовые потребности. Ну называть себя и не называть это ну человек себя назвал так, и слава Богу это его проблемы. Смотри, мы когда были с тобой в Далай-Ламе, Далай-Лама чётко ответил. Для того, чтобы идти в духовность, у тебя должна быть закрыта, это у тебя должно быть. что есть, у тебя должны быть удобные одежды, у тебя должны быть кровь, у тебя должен быть нормальный сон, для того, чтобы твой мозг, твой мозг должен получать пищу в виде определённого образования информации, и только тогда ты можешь идти в осознанность, потому что это будет осознанность не из-за ущербности, а изобилия, с интереса, потому что тебе нужно это изучить, тебе это интересно. Большинство идут, это давай так тебе параллельку дам насчёт замужества, когда люди женятся или выходят замуж. В большинстве случаев они выходят из-за потребностей, другой человек перекрывает их потребности, и тогда, когда они вместе сходятся, один человек делает одно, другой человек делает другое, но тогда начинаются конфликты, потому что если один человек не делает то, что другой человек себе придумал, что он должен быть делать, начинается ругань, а если двое людей встречаются и идут из изобилия, потому что у них все базовые вопросы закрыты, а им необходимо делиться, им необходимо что-то давать другому человеку, понимаешь, не получая даже взамен, то есть дарить, вот тогда это нормальная семья, понимаешь, разницу? Понимаю разницу, ты даже забежал вперед, потому что этот вопрос я тебе не все рассказала, то есть первая часть у меня с тобой как психологом, а вторая как с мужем, и там как раз таки есть такой вопрос, как уживаться двум самодостаточным людям и в одном помещении, скажем так, быть семьей. ты понимаешь, вот сразу у тебя контраст, как уживаться? Очень часто люди, вот я продолжу вопрос, почему он возникает, когда у каждого человека есть очень мощный бэкграунд, очень мощный сам по себе человек, та деятельность, которую он проводит, и их две, это как две молнии, насколько возможно при этом всем, чтобы была любовь, гармония, идиллия и семейная жизнь, которая чаще всего сводится именно вот с какими-то такими базовыми такими вещами, когда, не знаю. такими, Смотри, два самодостаточных человека, вот уже несоответствие. Если два самодостаточных человека, у них нет ожидания другого. Начинаются вот эти все молнии, когда есть ожидание, что я сделала вот это, а это должен сделать так. То есть два успешных человека могут абсолютно легко жить вместе и... Абсолютно. Если они два самодостаточных. Понимаешь, если один ущербный и другой самодостаточный, тогда проблемы и вопросы начинается даже не в этом понимаешь потому что когда два человека смотри нет ты говоришь про самодостаточных это понятно а мой вопрос звучал про успешных людей успешный человек он всегда самодостаточный я думаю что нет не всегда смотри успешный опять же понимаешь мы говорим таким ты говоришь глобальными категориями хочу опять и дал четкий ответ что в твоем понятии успешный человек это какой у которого есть деньги у которого есть успех у которого есть мировое признание что значит успешно наверное все что ты перечислил успех это в моей парадигме это некая реализованность некая это на сколько процентов понимание этого человека на сто процентов значит некая стопроцентная реализованность сто процентов то есть это реализованность в каких не имеет значения если есть там утки такие графики понимаешь там учат что там нужно реализованы в семье в карьере в этом этом это ты понимаешь куда мы скатываемся смотри если человек самодостаточен это одно слово что он самодостаточный ему не нужен другой человек у него нет ожиданий если два самодостаточных человека встречается они могут спокойно уживаться в любой ситуации потому что а они самодостаточны им больше ничего не нужно и второе самый главный вариант они могут договориться причем договориться на берегу причем еще один вариант помнишь мы когда ходили на бизнес тренинги там говорили что если собственники договариваться им нужно это делать ну раз чекап делать каждые там полгода опять собираться и опять разговаривать как будто по-новому почему потому что все меняется условия меняются а с теми вариантами которые мы зашли в эти отношения они не могут быть одинаковыми на протяжении целой жизни потому что уже что-то поменялось я бы сказал так что семья как и в бизнесе человек должен хотя бы раз в полгода садится и говорит здравствуй привет да я с тобой познакомился ты интересно я бы хотел с тобой жить в семье наших отношениях давай определимся на чем мы стоим и куда мы идем и дальше передоговариваться потому что условия которые были например два года назад уже сегодня не подходят может ли бы это твоим советом любой семейной паре как рецепт счастливых отношений ну стопроцентно семейная пара муж и жена это самые близкие люди не родственники не мама не папа это кровные родственники которые нам навязаны то есть мы не можем изменить мы родились и у нас же есть такой мама такой папа изменить их нельзя братьев сестер ты тоже скажешь так этот братик мне не подходит нафиг а вот этот хорошим отречься очень многие это делают нет я тебе просто говорю что близости мы не выбираем по крови они нам как бы родные называется кровные родственники но самые родные люди это муж и жена потому что ну потому что потому самые близкие наверное да они единственные родственники я бы сказал потому что всегда встречаются родственные души люди не просто так встречаются есть определенные смыслы есть определенные бэкграунды как я говорю в прошлых жизней или родовых почему эти два человека встречаются и тут есть два варианта почему они встречаются есть для того чтобы проработать определенные свои глюки заглюки программки для того чтобы можно было идти дальше на высший уровень потому что именно с этим человеком возможно проработать любую ситуацию потому что он близкий потому что как правило встречаются люди с одинаковыми или похожими запросами или похожими скажем так проблемами которые они могут решить и тут и получается что люди друг другу для того чтобы шагнуть чуть-чуть выше и шире если мы жили я я просто уточню да то есть если мы жили на уровне фигур мы выходим на уровень допустим шахматной песке если мы жили на уровне шахматной доски мы можем выйти на уровень этих игроков если мы можем еще дальше можно это та самая эволюция которая ну и душа получает вот именно этот эволюционный опыт поэтому очень многие люди не понимают бывает очень часто почему семьи расходятся потому что один человек скажем так вовлеченный в этот процесс проходит этот а другой человек остается и тут есть опять же такой же одну совет если кто-то рванул вперед для того чтобы были вместе начнут говорить нужно зацепиться за ноги и лезть по этому человеку наверх и вместе дальше разгребать если человек но согласись что обычно тот человек который таки остался он же чаще всего вот это тоже очень интересное для меня давай так не интересно а понятное как мне кажется аллегория что ну вот есть разные формы жизни на планете да и вот человек и глубоководная рыба и когда ты спускаешься к глубоководной рыбе то она тебя не идентифицируют как человек только ты можешь идентифицировать ее как глубоководную рыбу она в тебе видит такое же существо как и она соответственно тот человек который не открыл себе вот эту форточку и он технически ведь не способен ну глубоководная рыба понять что это человек и что это высшая форма ну давай так не то чтобы больше я не хочу расставлять людей давай давайте перебью потому что когда два человека встречается они два две глубоководные рыбы так и есть они две глубоководные так и есть просто когда одна чуть поднимается выше и становится 2 2 идентифицировать что она становится выше вот это мой вопрос по ощущениям сразу этот человек становится не такой как же вот этот гонор вот это время такая ты не туда но ты не такой но плохой чаще всего понимаешь поэтому очень редко вот этот который остался он идет туда затем который смотри иногда бывает так что этой глубоководной рыбы выше нельзя у него предел все если этот человек решил свои а есть какие-то инструменты другом влияние другого человека нет не влияние другого человека а вот рекомендации если до человек сейчас находится в обиде человек находится в некой злости ну да вот есть пара много лет были вместе либо немного лет было ли вместе его сейчас происходит вот этот разрыв и ты вот в той самой состоянии обиды и этот человек ну не такой но ты но 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 тот человек действительно пошел а этот вот 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 как какой есть инструментарий да все да все да все очень просто помочь ну ну все банально просто инструментарий чего ты сейчас говоришь понимание понимание давай понимание глубоководной рыбы кто-то виноват там рецепт очень простой все наши обиды человека нельзя обидеть он может обидеться понимаешь понимаю ну два и два я тебе расскажу если я тебе скажу например что у тебя очень грязная зеленая футболка ты обидишься просто прожжешь скажем какой-то ненормальный неадекватный понимаешь а если я тебе скажу то что тебя тронет ты сможешь обидеться но я же говорю те же вещи человек может обидеться только на то что у него есть внутри то что он не может реализовать если этот человек обижается на другого говоря что он такой то рецепт очень простой нужно человеку заглянуть внутри почему он так реагирует потому что у него обратиться у него логу да потому что у него есть травматический фактор какой-то который ассоциирует вот этого человека с его внутренней травмой и когда ты проработаешь эту травму идешь себе спокойно дальше ты понимаешь что этот человек не такое это у тебя что-то не то всегда вектор в таких вариантах понимаешь должен быть внутрь если внутри проработанным все будет обид почему обижаться потому что каждого человека который куда-то движется не что-то есть определенный смысл определенная задача и вот там он ты по аллегории он понимает и видит ситуацию совсем по-другому я услышала и опять же тоже для того чтобы ну как чтоб семья сохранилась они более должны сесть и поговорить вопрос в том что опять же понимаешь главное чтоб этот человек который выше глубоководной рыбы да чуть выше стал понимаешь чтобы он смог спуститься и на языке этом объяснил и рассказал там есть другой мир там есть форточка я тебе предлагаю туда он скажет иди ты плыви наверх понимаешь тогда оставляешь эту рыбку понимаешь ну это ее решение потому что если люди не растут вместе им задачка приходит та же то есть если ты не решил задачу первого класса тебе будет в третьем классе тоже задача я понял будет такой же человечек только намного тяжелее вернемся к твоей профессиональной деятельности ты не стандартный психолог я бы даже вообще не называла бы тебя психологом давайте представлю юрики наш в первую очередь врач врач который испробовал много и изучил много специальностей помощи человеку через медицину в первую очередь это была стоматология потом это была ортодонтия после это было подология это было постурология после этого это была остеопатия и только после этого ты дошел до головы до головы не как что-то внешне а как что-то что внутри ты поизучал скажем так психологию но не изучал психологию классическую то есть у тебя нету образования как классического психолога потому что тебя мало интересуют ум тебя скорее интересуют наполненность всего тела и это некое что-то можно назвать эмоциями а можно назвать я бы скорее это назвала все таки энергией вот то есть и для того чтобы людям было понятно ты обзываешься психологом это не в обиду вообще психологии психологом да но на мой взгляд что психология это не просто очень узко это супер узко и очень точечно вот и поэтому к тебе не приходят люди как с таковой проблемой связанной с классическим обращением психолога допустим у меня у нас вот там чё-то проблемы в отношениях скорее приходят люди казалось бы как к врачу с медицинскими диагнозами неважно будь то рак будь то сахарный диабет псориаз ну то есть некие телесные проявления но при этом ты с ними работаешь не как врач хотя ты используешь знания медицины а работаешь с ними как даже не как психолог то что не работаешь с психологическими аспектами ты работаешь исключительно через энергию поля эмоции и состояние то есть все остальное это просто набор знаний давай так я бы даже сказала что это не инструментарий набор знаний который помогает тебе понимать человека вот вот давай так вот ну предположим что это психология какие все-таки инструменты ты используешь чем ты оперируешь в своей работе смотри я долго думал над этим вопросом я каждый день себе задаю такой вопрос действительно что я делаю и почему у меня это получается и самое главное получается очень быстро вот то есть именно столько быстро что это решается часто еще ничего не произошло прошло пять минут казалось бы извини за мой французский на какую-то хрень и которую ты несешь и но на другом конце провода я вижу реакцию я вижу выход и я вижу и физический выход и эмоциональный выход и раз и вопрос решился для меня вроде как бы уже и привычно вроде как бы даже и понятно но все равно каждый раз вопросов очень много у меня в том числе да смотри зависимости от того как на это на любые заболевания на симптомы или на состояние тела до реагировать как его определить что это такое большинстве случаев это это наказание это повреждение ты имеешь ввиду когда человеку плохо да как он интерпрет как он это обзывает почему как правило он говорит что это связано с чем-то внешним у нас уже было в интервью от каю такой вариант когда обижаешься да они говорит что это связано с чем-то внешним я смотрю на эту это не задача на это скорее задача до понять и дать понять человеку что внешнего вообще ничего нету что все что происходит в нем это все внутреннее и все зависит исключительно от него если сказать глобально я возвращаю ответственность человеку за его действия ему самому звучит пафосно но принципе так и есть если человек начинает понимать и принимать то что все что с ним происходит происходит только потому что это у него тогда сразу все меняется для меня все что происходит с человеком она записана на определенном носители я называю флешка то есть есть голове какой-то инструмент где записано как ему и что делать и это информация это мозг это не мозг мозг посмотри мозг есть понятие это анатомическая структура есть понятие мозг как думал когда я считаю что мозг это процессор это как мощный компьютер который выполняет это я говорю про те программы которые загружены в мозг потому что мозг управляет практически всем нашим телом он дает команды там туда-сюда туда-сюда дергаться им дергать выделять гормоны не выделять гормоны менять позу не менять позу понимаешь все идет через мозг но есть исследования которые говорят что это не всегда так что мозг не может отреагировать на то что происходит сейчас он как будто реагирует на будущее делали исследования брали человека и например кололи ему палец двухметровый человек и по скорости импульса потому что все мы знаем да что происходит нервные раздражение какого-то нерва нерва да афферентные волокна она туда информация обратная информация потом и потом реагирование реагирование да я тоже вот эту скорость вот эту скорость и замерили и сказали что не а так и есть понимаешь это значит вопрос как мы реагируем что реагирует есть что-то что реагирует быстрее чем физическое проявление физическое проявление считаю она тоже работает но как запасной вариант если вот этого не сработало тогда по старому пути понимаешь ну как подтверждение того чего мы делаем ну чтоб запаска так скажем так да я свое время тоже изучала даже импульсы нервные как вот этот классический путь и вплоть до того что ну так как моя специальность связана была с спортивной медициной кинотерапии и вот эти эксперименты мы даже в морге ставили ну то есть мы же сочали мышцу и вот этот нервный импульс и было вот очень интересное открытие что это никакой не вот ну движение она не может быть плавным потому что за него не отвечает просто вот нервный импульс который возбуждает образно эту мышцу и заставляет ее сокращаться и это было наглядно показано что вот пожалуйста вот вам мышца вот мы ее сейчас нервным током долбанем и как такового плавного движения нету и вот так мы изучали те же на фасции понятия того что информация о движении находится не в голове и не голова управляет как таковым движением а у каждого участка тела есть местный руководитель скажем так ну условно да местная информация которая здесь есть то есть это та самая фасциальная цепь которая руководит телом и поэтому движение они мягкие плавные и поэтому если у человека есть определенные триггеры зажимы блоки то он становится неким роботом то есть вот я из изучала эту тему вот давай вернемся к психологии вернемся к психологии понимаешь для меня это все информация то есть вопрос решение вопроса и решение того что организм будет болеть это информация и для того чтобы решить абсолютно любой вопрос нужно найти ту информацию которая информирует мозг для того чтобы что-то сделать просто сложно понятно тебе понятно ну главное что всем было понятно смотри моя скорость зависит от того считывания этой информации что делает психолог для того чтобы психолог сделал свою работу человек должен загрузить психологу определенное количество информации ну причем психолог руководит этой информацией ты приходишь начинаешь рассказывать вот у меня проблема и дальше идет идет поэтапная 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 нахождение этой информации и в этом потоке информации которые выдает человек психолог вычленяет то что касается его состояния и для того чтобы человек эту информацию выдал нужно много времени потому что первое человек не знает какую информацию нужно дать так и есть он выдает все то что его болит так и есть и второй нюанс я скажу да человек когда говорит он подбирает слова и эти слова очень редко я бы сказала никогда не являются тем что есть на самом деле потому что он выгружает то что что в него также записано давай чуть уточню сразу вопрос страха человек боится сказать правду себе соответственно он боится скажем не так он боится мозг блокирует вот эту правду которую он выдает психологу поэтому психологу тяжело найти ту правду потому что мозг стоит на страже я мозг называю как стражевая собака она нас охраняет от того чтобы нам было не было плохо не было больно не было неприятно если где-то организм видит вот эти штуки мозг говорит аляр-маляр мы туда не пойдем правильно чтобы эта машина образно-человеческого тела жила как некий зомбик и в принципе делала я имею ввиду зомбик в том плане что делала понятные вещи с понятными результатами и не было никаких непонятных ситуаций в которых нужно принимать какие-то решения потому что их можно не принимать ну то есть максимально в режиме экономности я так сказал и вот первая первая тема причем моя скорость я считываю это информации не задействуя мозг то есть человек приходит он начинает что-то говорить как психолога как правило все приходят я спрашиваю с каким запросом пришли человек говорит а у меня там вот вот это вот это вот это например там у меня там хорошо какой инструментарий это задействуешь для этого первое это эмпатия смотри на этом этапе неважно состояние человека мне абсолютно все равно в каком он состоянии он приходит в привычном состоянии поэтому для него это безопасно я не говорю ему расскажите пожалуйста какая травма у вас было там в десять лет как вы думаете какая травма привела кого сайт и он так до 10 лет меня там били там в школе бы понимаешь нет когда человек приходит он просто говорит я его слушаю и с ним со настраиваюсь первая тема это эмпатия это такое эмпатия это возможность чувствовать человека который находится напротив тебя но говорят же что глобально все же считают что они чувствуют что-то смотри есть два варианта есть симпатия эмпатия если ты будешь рассказывать мне слезную какую-то вещь например да и у меня тоже есть я буду вместе с тобой плакать я буду тебе сопереживать как понять что вот это чувствование та самая эмпатия это не галлюцинация это обучает на определенных курсах она у меня была заложена по умолчанию после определенного времени она не помню как вот этой точке я не помню но я начал ощущать других людей понимаешь вот вот тема я начал чувствовать и для меня было странно мне казалось что я шизофреник потому что я иду-иду и там чувствую что человека болит сердце физически по типу ощущаю что это меня болит и когда я его спрашиваю говорю у тебя сердце болит он да 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 таблеточку выпей все я это было это начало проявляться когда ты был просто врачом и это начало проявляться нет это начало проявляться в мединституте когда мы начали начали заниматься паранормальными вещами маятники тогда было рамки вот это вот это типа эзотерика тогда в советском союзе марксизм лилинизм понимаешь нельзя было этим заниматься но у всех продвинутых были какие-то глюки выносим и там сидели на чайниками там эти рамки крутили там занимались тем что называется планирование буду сейчас сейчас называется это планирование будущее понимаю что это такое а тогда мы занимались не понимая что это что это такое нам например мы сидим комнате то и планируем определяем через сколько минут и кто зайдет мы выходили там четверо человек то дитой день сидишь и на бумажке написал там что через две минуты ждет вася маши ты сидишь то есть ты страдал этим идиотизмом после вот этих всяких вариантов мы дошли до того что в определенная группа было попадание 60 процентов начни 50 процентов потому что два человека либо не либо он либо не он значит но группа там из пяти человек попадание было шестьдесят процентов для меня это для многих людей это очень много уже потому что как говорят говорят 50 процентов знаешь так или не так ты попал или не попал а тут была система в том что с каждой с каждой проработкой у нас процент вырастал на пару процентов вырастал то есть в определенное место можно назвать что это и развитие интуиции до чувствительности хорошо следующий этап что дальше ты делал дальше вот после я как всегда научился медиа институте сверлил зубы а параллельно занимался уже на тот момент скажем так какими-то паранормальными эзотерическими штучками то что занимался они приходили в мою жизнь и я их а тебе было интересно было интересно да просто время с ними взаимодействовал да попадались вот такие вещи и потом были другие практики которые ну тоже как бы были запрещены то что запрещенные но люди которые занимались другими вещами например например вот дар предвидения нюанс например стать невидимым ну как как сделать так чтобы тебя никто не замечал когда-то где-то находишься куда ты ты задача была понимаешь идеально ты проходишь тебя никто не видит были я понимаю были были спит интересно были были специальные специальные техники в принципе они как всегда применялись в военном деле причем эти техники были с техник казаков там казаки которые воевали не очень я приняла при применяли вот эти все скрывал все началось значительно раньше чем началась твоя психосоматика конечно психосоматика было решение вот эту эмпатию я тогда решение официально использовать да смотри и тогда я вот это ощущение эмпатии у меня было и я ну и ты его развивался да я пользовался этим но я не понимал я думал что я просто универсальный что это что-то такое уникальный никому я этого не рассказывал понимаешь но но в тихо ряб продолжал экспериментировать пробовать чувствуешь жизни смотри в жизни она помогала когда ты подходишь человеку и ты чувствуешь что с ним происходит с ним попроще говорить я применял это про я бы это назвала по-другому как им проще манипулировать потому что у меня ощущение что когда мы с тобой познакомились что твой диалог он сводился не к моменту проще поговорить а проще дернуть человека за что-то чтобы ну скажем так не его как-то вынести из состояния равновесия у меня такое впечатление что это вообще было на твоя не в состоянии равновесия вывести состояние ввести в состояние гипнотического транса то есть эмоциональный в эмоциональную систему где вы я и вывести его и стабильности да то есть у меня ощущение было вот когда мы познакомились что все что ты делаешь в диалоге с абсолютно любым человеком неважно будь то официант будь то кондуктор троллейбуса стюардесса не знаю полицейский который остановил то есть ты я тренировался и выносил человека из состояния равновесия каким-то вопросом который вообще разрывает шаблоны ну да сейчас я в ту же этим пользуюсь только для этого для этого есть обучение правильно ты сейчас за это деньги получаешь понимаешь а тогда тогда ты просто то есть и у меня было ощущение что ты человек с которым невозможно разговаривать я просто очень адаптивная и очень для меня очень сильно как раз таки те моменты которые меня выносят из равновесия я туда про 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 потому что для меня это конкретная точка роста возможно это один один из способ не способ а одна из причин почему мы с тобой вообще вместе вместе покажет ну смотри ты вспомнила про свой опыт давай продолжим дальше буду не интересует инструментарий почему твоя терапия происходит молниеносно быстро почему в твоей терапия то есть казалось бы да ты называешь еще раз повторюсь стандартный набор каких-то учений которые есть у огромного количества людей но почему-то даже ну даже если предположим что у человека есть все эти учения ух него нету даже намека на твой результат и ты даже сам пока что технически не изложил разложил свою методику на бумаге для меня это пока что очень ну нет не то что сложно я сам разбираюсь в том что происходит то есть как вот так как в том числе в том числе и ты подключился эмпатия это ощущение того что ощущает человек для чего она нужна не нужно это для того смотри для того чтобы перепроверить человек говорит правду или нет ощущает он или не ощущает это как калибровка потому что если я тебе потом дальше веду в терапию когда идет ощущение человека есть люди которые не могут ощущать физическое тело свое самое самое простое это люди которые в уме которые только там живут они никогда не опускаются в тело если я чувствую что человек не чувствует то что я вместе с ним чувствую тогда я не буду работать с телеской я буду сначала возвращать его с ума опускать на уровень тела в сторону чувствительности а для тебя это важно очень важно чтобы поменять программу это имеет хоть какое-то значение ты же можешь это сделать без него я могу это сделать ну давай так не без него не без него он будет это делать давай так с другими инструментариями без телески ты же можешь это сделать через его ум могу тебе же все равно но я просто не хочу чтобы мы переходили сейчас на космический язык который непонятен людям поэтому давай поэтапно уму всегда нужно подтверждение вот тогда если с таким человеком проработать по моей методологии и что-то изменится ум его все время будет возвращать и говорить ни хрена это не то потому что ему нужно некое все равно объяснение объяснение опора почему это произошло иначе это мистика мистики не бывает и соответственно мозг говорит такого не бывает отключается и результаты понимаешь ну человек сам себя загоняет в регресс то есть в обратную сторону и он в смысле не верит в это и заставляет тебя поверить что ничего не произошло поэтому мозг заставляет человека поверить что мне это как никому понятно ничего не произошло поэтому нужно нужно к телу вернуться для того чтобы это произошло когда я понимаю что человек реагирует точно я ощущаю его ощущение тогда дальше может происходить терапия еще одна информация это первый инструмент да эмпатия второе это считывание поля когда человек только приходит каждый человек все время говорит о своем запросе с первых слов даже если он будет говорить о погоде даже без слов даже если он будет говорить о погоде фоново идет информация с мозга то с чем он пришел но она не из мозга она глобальна ну с поля давай так потому что в подсознании всегда стоит вопрос и подсознание хочет решить его то что человека вот глючит именно в эту секунду и второе что происходит для скорости я считываю эту информацию это опять же то есть человек пришел и ты глобально практически сразу знаешь причину по которой давай так и проблему и причину по которой у него есть ну назовем это проблема ну какая-то физическая болезнь скажем так я не знаю стопроцентно но это направление или то с чем я буду сверяться что происходит дальше поэтому когда я ты видишь когда я провожу зумы да там попадание стопроцентно с первых я это прекрасно знаю я поэтому и говорю я не понимаю потому что перечисляю стандартный инструментарий как бы как медицина может помочь решить вопрос за одну секунду никак как психосоматика ну и так далее и я вот все перечислю то есть люди там мы говорим про гипноз что люди говорят вот типа я не гипнобелен так а в принципе даже никого в гипноз ты не вводишь и так далее поэтому поэтому я же говорю возникает логичный вопрос давай дальше точнее вернемся самого начала для быстрой терапии важно состояние первое состояние это состояние того человека кто проводит мое состояние самое главное тебя больше никакое по большому счету не интересует для начала не интересует для начала мне нужно сам настроиться с человеком мне нужно войти в это состояние мне нужно считать поле то есть а вот это уже годы тренировки каждый раз когда я провожу сессию и когда я ты правильно заметил что когда-то я всех рубил подряд для того чтобы наработать научиться наработать вот эту вот эту технику но я еще ни разу не видела вот еще раз говорю в нашем с тобой знакомстве чтобы ты за первые три секунды не выбил человека ну чтобы ты не задал такой вопрос который просто смотри я очень я очень стараюсь а сейчас этого не делать ну скажем так давай по-другому ты мне запретил это делать безоплатно работа работой все деньги в семье а жизнь жизнь да ну так и есть смотри на сегодняшний день я наелся вот этой темы мне не надо уже выпендриваться что-то говорить там было несколько вариантов вариант того ну очень приятно если ты приходишь там да и покоряешь всех два слова сказал и кого-то вынесло многие наши знакомые говорят что-то юра изменился что-то ты никого не выносишь ты же помнишь я знаю хорошо смотри давай чтобы мы не потеряли нить то есть окей то есть ты сразу определил через свою скажем так паранормальную способность я ее все-таки так назову потому что я понимаю что у нее есть объяснение мы можем об этом философствовать и даже научно объяснить но на это понадобится еще один подкаст мы это упустим сейчас мы технически для того чтобы человеку было понятно как происходит работа то есть ты считал назовем это одним словом дальше что происходит дальше а дальше моя задача для того чтобы когда проверяешь дальше идет коммуникация с человеком то есть он говорит 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 я своими интересными вопросами про погоду про секс смотри у меня уже есть в голове определенный вектор то есть ты понимаешь в чем его и да и я задаю вопросы в этом векторе образно продолжая человеку в его ну давай так грубо рано немножечко триггерить и тыкать чтобы понимать есть ли у него реакция либо нету у него реакции да и тогда поэтому вопросы очень часто кажутся идиотскими хаотичными не связанными потому что ты как бы со всех сторон смотри пробуешь да у меня есть уже в голове она остается вот это не основное направление основное направление и дальше этими вопросами я проверяю это направление или нет и проверяешь есть ли эмоция нету ли эмоции потому что я же тоже не бог да возможно есть какая-то ошибка возможно есть какой-то сбой для того чтобы терапия произошла должно совпасть сбой в твоем считывании предстанства ааа мне кажется что ты уже вообще не сомневаешься в том что ты получаешь какую информацию я это как уши слышат вот для тебя это так же естественно и давайте еще скажу одно состояние которые у меня присутствуют тогда я своему мозгу даю много задач самое важное в этот момент отключить твой мозг отключить мой мозг чтобы мой мозг не начал анализировать и втыкивать свои программы там свои видения и так дальше короче вы поняли когда вы работаете с Юрием вы работаете с отключенным от мозга телом не не давай по другому вот тогда мой мозг работает автономно так же как и слышание и видение мой мозг не занимается анализом того что что происходит скажем так не занимается интерпретацией у него есть другая тема у него есть тема наблюдать у него есть тема сопоставлять у него есть тема вести дальше направление поэтому я своих идей туда не вношу окей понимаешь да а это тоже очень важно потому что если например там у тебя насморк значит у меня один глюк раз у тебя насморк значит ты должна что-то плохо должно быть плохо что-то с запахом я буду я буду сидеть и бомбить в эту сторону понимаешь а возможно у тебя ну не то что здесь рядом тебе плохо пахнет а возможно это связано с будущим но если мой мозг будет работать в одном направлении что нос изложенный с носом ну с точки зрения и знаний давай так то есть знания для тебя не первые знания это для тебя как тоже одно из направлений мне нужно подтверждение одно вот того что я сделал до того то что ты чувствуешь подтверждение дальше подтверждение медицинского диагноза что это вот это вот это вот это вот это такая ткань такая ткань реагирует и психосоматических аспектов почему это так произошло когда происходит одно подтверждает второе то есть нет между да все эти штуки совпали тогда ты понимаешь что нашел причину почему же это лет да тогда я знаю точно что мы идем про что дальше делать ты нашел причину не подожди до причины еще ого-го дальше меня самое главное когда с человеком разговариваю разговариваю я своими точечными словами на вот этим как-то их называть идиотскими вопросами как будто не связаны почему потому что я делаю все что ум не успел почувствовать страх вся тема если только ум с моих уст услышит что я иду в эту проблему он человека закроет и переведет другие рельсы говорит мнение мы туда не пойдем потому что там темно там арка да и мы им он поведет другую сторону для меня самое главное не дать оставить уму эту безопасность поэтому мои слова бывают ну такими странно но несмотря на это я когда виду рано или поздно действительно попадаю в тот триггер где человек начинает эмоционировать но это обычно эту эмоцию прям сильно вытаскиваешь наверх не самое главное ее поймать что человек эмоционирует для меня это самый главный вход безопасный вход мозг оставляет разрешает человеку эмоционировать и в это время человека ловлю и тогда идет гипнотическая индукция говорю закрываем глазки ну ты погружаешь его в это состояние в этом мозга то есть я его туда иду и создаю опять же безопасность проживания этих эмоций и дальше уже идет все идет просто проживание эмоции не всегда решает нет не проживание эмоций человек благодаря этим эмоциям и чувствуя не телу может идти в ту точку где они зародились мне самое главное понять откуда вот это эмоции сам процесс терапии что происходит дальше идет регресс то есть мы идем по годам и ищем там где оно появилась вот эта симптоматика то есть через вот это ощущение эмоции связь эмоции с телом я говорю закрывайте глазки что вы чувствуете где вы чувствуете человек уже это чувствует и тогда мы не работаем опять же с мозгом через чувствительность через чувствительность и через символический образ я не говорю почувствуй где те хреновые где тебе били эти говорю определенный возраст говорю вот там как как ощущение хорошо это как меняется реагирование тела в итоге смотри когда мы доходим до определенного момента да потому что я иду и по жизни иду могу эти параллельные жизни могу идти в родовую систему вот этим чувствительным чувствованием человека понимаешь я мы доходим до того момента куда оно пришло потому что очень мало вариантов когда болезнь или симптом зарождается на жизненном пути человека очень часто причина то есть тот механизм который запустился это то что записано до рождения я понимаю и поэтому поэтому вот тот момент который включил эту программку он важен для того чтобы понять чтобы человека ввести в эмоциональную сферу чтобы он начал чувствовать а потом дальше он говорит мы идем идем например вот сюда а тут опа и чувствование возвращаемся обратно есть чувствование значит это не та тема идем сюда пробуем проверяем вот как я при перепроверяюсь тут есть и зависимости на того на какой мы уровень программа программа меняется очень просто есть несколько вариантов и для каждого человека это индивидуально давай коротенько да то есть потому что хочется вот чтобы очень развернуто говорили о том почему это быстро теперь мне хочется быстро сказать о том почему это эффективно жил себе человек что-то и и почему-то он решил заболеть решила заболеть тело то есть тело начала менять свои функции почему-то и образно твоя терапия заключается в том не чтобы знаешь так как многим кажется я маг вот есть болезнь такой берешь волшебный ластик и такой клопусь и стираешь то есть ты находишь тот механизм который заставил тело включить определенную опцию своего тела и убираешь вот эту программу потому что ты до этого уже говорил что реагирование происходит и мы об этом много говорили реагирование происходит не так что есть мозг и такое пришла информация она дошла до мозга мозг обработал решил как реагировать и послал обратно программа срабатывает сразу быстро локально в органе раньше того чтобы мозг это понял и мозг это часто вообще проходит мимо вот вот это та самая программа то есть получается что ты в терапии все что ты делаешь ты выключаешь эту программу смотри это общем называется выключение программы я этого не делаю это делает человек но ты права проводник я про провожу туда и человек бессознательным потому что в состоянии гипноза он имеет доступ к своему бессознательному и там вариант того что ее нужно изменить не выключить давай потому что многие думают что можно вот как ты нам сказала стереть наш приходит говорит стереть и мне информацию о том что я курю так тоже не работает понимаешь но добавьте мне информацию что я красивая и что я себя люблю тоже нет наш сам человек это делает но он не делает сам потому что у него нет инструментария я знаю я даю образно рассказываешь подсказываешь направляешь и даю 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 расширяю возможности то есть он может реагировать так 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 и так в этом состоянии он видит эту программку и он ее может изменить я выносишь смыслы до его болезни то есть у каждой болезни есть некий большой смысл ты его выносишь как на блюдечке насколько это положительно было для решения для решения данный момент и потом говорю что есть другие варианты которые можно выбрать помогаешь ему образно в какой-то степени сделать этот выбор чтобы ему было безопасно спокойно и чтобы он мог принять это решение да если человек не я предлагаю можно вот так он говорит нет я предлагаю другой вариант третий вариант четвертый вариант есть варианты когда человек говорит нет не буду ничего менять но он уже в осознании потому что когда мы возвращаемся то есть он принимает решение что пусть тело продолжит адаптироваться он не хочет что-то менять потому что эта адаптация она ну вполне скажем так приемлемо с одной стороны для жизни потому что не приемлемо есть такая вещь называется структурирующие конфликты помнишь мы с тобой много над эту тему говорили но это тоже отдельная тема есть тогда когда нельзя что-то менять эту программку потому что человек грубо говоря рассыпется поэтому давай подытожим всю эту историю поэтому когда к тебе обращается человек с абсолютно любым заболеванием физическим то тебе по большому счету название этого заболевания не имеет никакого значения потому что ты работаешь имеет значение тебе скажу почему потому что есть один фактор который называется психосоматика и он не нужен для подтверждения помнишь мы говорили про три направления медицина мои возможности и психосоматика они должны совпасть поэтому поэтому знание диагноза для меня важно потому что это один из факторов который будет подтверждать что я иду правильном направлении я имела виду ты наверно чуть-чуть другое о том что это глобально ты не работаешь диагнозом ты работаешь человеком чтобы дать ему возможность ну и так перестать адаптироваться телом и чтобы тело могло человек на нашу скажем так помогая ему найти решение в уме потому что ты помнишься система когда тело включается когда бывало ситуации и ум не нашел решение наша думалка не нашла в это время решение вот когда мы забираем эту программу даем способность возможность уму найти решение и тогда не нужно будет реагировать телом хорошо как тебе это помогает жизни ты как психолог опять-таки пока что эти от называют таким словом он она понятная для людей как это тебе дает возможность по-другому жить вот все болеют и не болеешь ну например да или нет я симптомизирую то есть есть просто скажем так достаточно часто что значит достаточно часто смотрим что такое вопрос я не болею я симптомизирую это другой другой вариант я не довожу свой организм до болезни то есть если что-то в теле моем происходит я с этим сразу же это как подсказка куда идти понимаешь так как мне самому себя считать возможно но найти решение самому самостоятельно нереально сознательно бессознательное залезть сложно сложно очень сложно понимаешь есть определенные техники например та же техника самогипноза которые используют для себя понимаешь есть варианты когда можно но большая вероятность в том что мой ум параллельно будет включен и будет то что фонить будет сбивать меня с пути и что-то делать поэтому для меня нужен другой человек скажем так мой супервизор всегда ты соблюдаешь вот эти правила рекомендации которые ты даешь другим людям для каждого человека есть свои рекомендации свои нюансы я не соблюдаю те рекомендации которые даю людям потому что человеку одному нужно перестать кушать булочки понимаешь а я булочки не кушаю я не даю зачем мне эта рекомендация у каждого человека ну скажем так и меня свои глюки и свои нюансы признавайся почему у тебя регулярно происходит ломка похода психологу там есть несколько вариантов во первых мой мозг умный и он как каждый любой мозг не хочет что-то менять смотри есть нюанс в том что для мозга очень важно быть в автоматизме тогда минимум ресурса идет вот ленивый человек это здоровый человек и каждое изменение в уме это энергозатраты как же выход из вот этой шахматной доски чтобы посмотреть выше смотри для этого нужно волевое решение но очень часто мой мозг он же достаточно умный ты хочешь сказать что не волевой не я волевой почему я блокирую походы давай так тебе на это нужно время чтобы ты таки туда пошел ну часто нужно время то есть я ну я с тобой живу и иногда ты заметил иногда и иногда ты решаешь вопрос сразу иногда ты любишь в этом жить неделю-две иногда даже месяц для меня например непонятно если ты знаешь путь решения для чего столько времени зависать в какой-то есть такие ситуации структурирующие конфликты и всех убрать невозможно но это логично и не отмазка летом с одной стороны отмазка с другой стороны нет потому что для того чтобы заменить структурирующий конфликт нужно эволюционировать общему состоянию то есть дойти до определенного уровня тогда это можно это то же самое что ты хочешь чтобы я сдавал экзамены в университет в первом классе наш мне нужно пройти десятилетку потом университет а потом только экзамены и иногда для этого нужно время ты взрослый тебе уже не надо это гипнотическое внушение наше я знаю что ты гипнолог тоже хороший причем прямое гипнотическое внушение это один из вариантов почему люди болеют ты боишься старость да конечно как все нормальные люди но у меня ощущение что я не боюсь тут я не нормально тут есть два варианта понимаешь бы если я старости это так же сказать как бы если ты смерти давайте еще попроще горит я боюсь летать на самолете человек не может бояться летать на самолете есть ниже пласт почему ты боишься летать на самолете что страшно летать на самолете и дальше уже у каждого человека будет разный я боюсь к смерти нет что видео смерти полет на самолете смотри давай добьем самолет но все страхи сводятся в итоге к чему к страху смерть не смотри страх смерти это вообще самое элементарная вещь ты знаешь это панические атаки если панические атаки для меня в моей классификации это страх смерти потому что медицина панические атаки не контролируем зада засовывает все что хочет понимаешь любую симптоматика которая имеет вот это утрудненные дыхание и сердцебиение ощущения что тебе плохо плохо ты сейчас они все это называют паническими атаками но для меня истинная паническая атака это страх смерти там другой вариант это страх жизни повернемся к моему вопросу к твоему вопросу страх жизни в некомфортных условиях бы если я старости да я боюсь мне и страх жизни некомфортных условиях страх жизни они комфортных что-то для этого делаешь чтобы решить этот вопрос как ты с ним живешь я с ним скажем так пью воду слушать я пью меньше кофе стараюсь его не пить виду по моему адекватный образ жизни я сегодня тоже вопрос был я занимаюсь физическими упражнения хотя одну для тебя это невидимо ты видишь меня спорта ты знаешь как я отношусь к спорту это особо отношение движения очень наверное такое же как у тебя к терпе то есть я его использую тогда когда я чувствую что мое тело начинает функционировать не идеально я очень хорошо чувствую и как только она чуть-чуть как будто бы вот ему тяжело или что-то там не на месте или как бы почему-то там что-то происходит я сразу анализирую нахожу причину и двумя-тремя точечными действиями решают этот вопрос и дальше продолжаю жить то есть тренировки в моей жизни это не у я дала для чего я живу тренировки я учусь инструмент который помогает тебе все время чувствовать себя хорошо даже не тренируясь вот я у тебя научился у меня есть секретный способ при этом при всем ноешь я тоже тебе полезно и я же достаточно хорошо выгляжу и с каждым годом все лучше и лучше понимаешь это потому что у тебя молодая жена ну конечно сто процентов вернемся тогда блиц такой опрос что для тебя потому что нам уже пора подытоживать завершать поэтому немножко я думала что мы разделим подкаст на фифти-фифти с разговор как психологом разговор как с мужем потому что для очень для очень многих людей аспект отношений мужчина и женщина он даже важнее чем как таковая психология почему человек болеет как избавиться от болезней и так далее вот поэтому хочется немного возможно через нашу того и пару потому что для многих мы некий пример того как можно жить его счастливо вместе поэтому вот несколько вопросов прошу отвечать максимально емко и коротко и честно и брать можно и так как ты понимаешь что мы начали наш диалог с того что пары если это действительно пары созданные скажем так по обоюдной эмоциональной какой-то вот зависимости по любви то они очень близки и ближе чем кровные родственники просто родственников не выбираешь а друг другом и выбрали соответственно я тебя знаю лучше чем твой любой родственник и те вопросы которые я могу задать они очень они понятны мне потому что я понимаю что они тебя я чувствую подбог не уже то есть это точно тебя тригерит давай так я знаю что тебя тригерит это нормально так же как и ты знаешь что у меня тригерит потому что кто как не мы знаем какие-то точки скажем так которые недопроработаны назовем их так все проработать нельзя если мы все проработаем мы будем перейдем в радужное тело понимаешь и пути не понимаю абсолютно понимаю поэтому я без претензий чтобы не просветли давай давай начнем с очень простого психотерапия или отношения отношения с психотерапии сознанием психотерапии нет это невозможно маш понимаешь это нельзя ты говоришь что для тебя важнее для меня нет ничего важного мне нет важнее понимаешь я не могу это мерить это есть это есть и это и окей если вот сегодня допустим вот ты проснулся я знаю все вопросы будут двушкой поэтому тебе нужно из этой двушки давай давай может рассказать что такое это называется двойное послание это выбор без выбора у меня все вопросы для себя будут и сейчас дорогие зрители вы увидите как происходят настоящие потому что так происходят наши домашние беседы вот именно так как мы беседуем сейчас интересно если интересно вот прямо все таки мы в ютубе там принято говорить поставьте лайк напишите комент можете как-то это все сейчас там снизу озвучить что вы об этом думаете и все таки вот ты просыпаешься и участь выбор отношения или работа смотри я засыпаю просыпаюсь и этого решения нет потому что когда я когда мне наступит такой выбор я закрою глазки войду в самогипноз после пообщаясь своим подсознанием дам задачу примать и когда через 20 минут и открою глазки этого вопроса не будет скажи у нас был в отношениях период период когда ты хотел меня бросить хотел уйти так он постоянно бывает ко мне страшно бывает как ты решила нет когда это действительно был момент что мы могли расстаться смотри первый вопрос ты же помнишь мы проработали одну из тем одну из тем почему у меня в жизни все зациклено это дало возможность пройти во вторых эти ну тема расставания да она всегда есть в моем подсознании есть потому что есть я вчера нашел еще один нюанс почему так происходит пока что мы об этом не говорили мы приедем в молдову и там вот эту тему проговорим как я решил у меня есть глюк что я на этой земле живу последнюю душа моя здесь последний визит да и у меня глюк такой что я хочу вернуться гипотетически туда к себе на на родину для того чтобы туда вернуться нужно проработать все кармические задачи ты вот это звеноски можно его проработать поэтому расставаться с тобой радоваться мне не знаю если я не проработаю с тобой понимаешь мне придется вернуть колесо сансары я что-то очень переживаю что после общения с тобой я вернусь бы бабам как тебя живется с чужими детьми сложно смотри очень много перекликается с моим состоянием потому что это уже прожил сочи воспитание скажем так жизнь с чужими детьми до сегодняшнего этапа пока что меня не было положительных результатов жизни чужими детьми ты знаешь что наш брак это не мой первый и у всегда страшно всегда страшно пока ты справляешься до за счет чего благодаря тебе опять же благодаря страху базовая базовый нюанс и благодаря проработками понимание то что происходит я когда у меня было такая внушение но она и также есть что мы начинаем понимать родители когда мы становимся родители и вот мы начинаем понимать детей понимаешь когда у нас появляются внуки через через вариант но на сегодняшний на этапе для того чтобы как-то перебороть вот эти скажем разные ситуации понять принять и не зайти в идиотизм знаешь я возвращаю свое детство и ставлю себя переношу перед собой хотя это достаточно сложно потому что но у пар которые сейчас же очень многие пары настолько запутались я не веду в прямом смысле слова перемешались тому ребенок от первого брака от 2 3 такая вот какая-то вот такая вот путаница конгломерат то есть если какой-то более-менее такой понятный инструментарий который может помочь людям вот в этом все нет смысла разбираться жить комфортно и наслаждаться друг другом отношениями очень просто нужно принять что-то как есть нужно принять что ни один приемный ребенок не будет твоим ни один отчим не будет отцом прямом понимание этого слова он будет исполнять функции и о и о да но он не не будет это галлюцинация и принять реальных отцов матерей да и понимать что это они да и для детей это сложно потому что когда ребенок какой-то степени хочет периодически назвать того мужчину который дома папой ну потому что для него это как галочка типа у меня же есть папа вот он так вот самое главное это один из честно честно признаться понимаю что мы не можем то есть не надо сочинять дети ничего вот таких вариантах лучше горькая правда и понятие того что это не его проблема потому что большинство родителей передают детям говоря что это проблема тебя и ребенок и ребенок и руки и потому что ты такой ты такой ты должен быть папой и ты получается живешь не свою жизнь а живешь в роли этого это достаточно достаточно сложно потому я понимаю один здесь работа двоих это да это я понимаю прекрасно что день из вариантов почему мужчинам тяжело потому что они хотят угодить женщине если женщина хочет чтобы это должно быть взаимно смотри там все должно быть четко как нашей семьи да я и о и понятно его да и при этом мы спокойно путешествуем по три месяца все вместе находясь в замкнутом пространстве и это даже не спокойно это даже с удовольствием и радостью потому что было бы идиотически каждый год полгода в году путешествовать с пятью детьми и от этого страдать мы научились коммуницировать это тоже очень сложно и но я понимаю тут наверное я чуть-чуть со своей стороны хочу сказать особенно женщинам у которых такая похожая ситуация как у меня потому что таких ситуаций действительно очень много что наверное я не могу сказать что это начинается с моей мудрости или с мудрости мужчина это действительно взаимно очень часто именно женщина инициируют те самые навязывания и ярлыки и обязательства которые мужчина в итоге не выдерживают потому что он по сути не должен это выдерживать даже понимая тот момент что мужчина у вас взял с приданным с определенным количеством допустим детей или с одним или с многими нужно все равно понимать что это ваши дети и не нужно передавать обязанности тому человеку который ну по большому счету к ним не имеет никакого отношения хотя с точки зрения законодательства мы понимаем что законно устроены таким образом что в принципе мужчина должен но если вы будете нести такую позицию то отношение у вас никогда не получится вот на мой взгляд ребенок когда он приходит в этот мир он находит все равно именно тех родителей которые помогут реализовать именно и прожить те опыты жизненные ну тут тот вопрос решить который должен решить и не нужно перекладывать скажем так ребенка который ваш который пришел к вам на чью-то шею ну не получилось настоящим папой найдем кого-нибудь мужика всунем ему этого ребенка и чаще всего ведь именно это является причиной почему женщина ищет себе мужчину следующего но это биологическая потребность я хотел бы уточнить понимаешь никогда мужчина не берет женщину с преданным вот это сказал такую фразу я тебе скажу другой потому что женщина с ребенком это уже семья она принимает мужчину свою семью потому что если было бы по-другому эти бедетки бы не вы не выжили если было бы по-другому еще раз женщина с ребенком с одним с двумя это уже семья это уже семья это уже семья и она берет свою семью пускает мужчину я понимаю этот момент я тоже понимаю главное чтобы все эти помнишь и вот те заявления что мужчина берет женщину с кем-то с преданным чем-то этом это знаешь это все равно как сразу дать галочку что мужик вообще ничего не должен этому ребенку знаешь ты какая-то преданная поставь туда поставь сюда если мужчины которые женятся на берут жены женщин у которых есть уже дети очень много заглюков мужчин много но это большая работа вот это уже работа и она начинается она возможно только в случае действительно диалога и если двое людей понимает куда они ляпались волшебная нота блиц опрос да он такой интересный смотри перед тем как задать свой последний вопрос я хочу чтобы ты меня спросил у тебя сейчас есть возможность вот знаешь да не вытягивайся так понимаешь я чувствую не получишь ты такого вопроса от меня который почему ну потому что я же все знаю и все чувствую ну вот поэтому мне кажется это было бы самое интересное знаешь так вот так вот уже опять хочешь меня вернуть в то состояние когда я был учился и всех ковырял я хочу смотрю у меня совсем другой вопрос я же с тобой живу уже достаточно долго это я заметила сколько мы практически 10 я так думаю чуть меньше чуть меньше чуть меньше у меня всегда вопрос 8 кто просто не знает маша я с ней живу постоянно она практически не спит ну скажем так для нормального человека сон в 6 часов 5 часов это недостаточно для меня например ты в таком режиме функционируешь все эти года которые я знаю тебя вырубить можно только несколькими вариантами это было когда ты уже должна была идти рожать ребенка понимаешь перед родами тебя там на недельку можно выключить и или когда ты симптомизируешь очень жестко вот например на мальдивах да вот на три дня тебя тоже выключила по-другому тебе нельзя где-то черпаешь энергию и вопрос к тебе как других людей научиться вот эту энергию брать сможешь передать вот эту возможность потому что несмотря на мой опыт понимаешь и мы несмотря на те многие практики которые мы я занимался и занимаюсь дальше черпаю энергию пространство потому что с такой женщиной как ты не любой человек справится и в эмоциональном и физическом плане потому что жизнь у нас не просто насыщена очень насыщена все-таки где ты берешь эту энергию во первых она всегда есть все есть энергия на это всем понятно все банально я сейчас попробую донести тот самый момент чтобы стало прям понятно и объясню почему у тебя и бывает что мало что смотри я все говорю относительно себя это как бы да я понимаю что вот для меня вот эта норма а вот это как бы для многих это норма не до сижу недосягаемая в принципе об этом теперь смотри энергия есть везде человек энергия природа энергия океан энергия черпаешь нет и есть такое понятие как вот физики мы учили слово такое катализатор когда ты берешь какую-то какую-то субстанцию и туда что-то добавляешь и она там взрыв вот этот катализатор абсолютно у любого человека он есть внутри и это то что человеку нравится до просто потери пульса до сноса крышки вот просто вот ну капец нравится вот настолько нравится что тебя просто трясет от того как тебе это нравится смотри очень многих людей сейчас нет такой штучки это вопрос поэтому я задаю очень многие люди сейчас без энергии и не говорят мне ничего не нравится я ничего не хочу вот ключевая задача психолога я коту в том числе вот формула если ты сам не можешь найти то от чего ты получаешь удовольствие или то в моем этого еще понимание некого предназначения или смысла которые ты транслируешь пространство почему мне позавчера пришло в голову что нужно снимать подкаст вчера мы арендовали студию сегодня мы сидим в этой студии то есть это произошло сразу то есть у меня нету рецепт простой есть желание должно быть сразу действие перерыва между идеи и реализации 0 это раз если я понимаю такое тоже бывает что такое ты сидишь капец мне ничего не хочется для меня это повод бить тревогу я нахожу что меня заинтересует и вот когда у тебя есть интерес к жизни к действию интерес то абсолютно любая энергия в которой мы в принципе есть она создает взрыв и и у меня вот эти взрывы главное чтобы взрывной волной не накрыла накрывает но мне все равно накрывает и тебя накрывает и детей накрывает и друзей накрывает и подписчиков накрывает всех накрывает это не имеет значения это вот цепляйтесь за эту волну потому что эта волна это есть энергия и просто подставляете туда свое желание и она просто скатализирует как просто неимоверный взрыв если представить не можете насколько понимаешь это тоже навык это тоже опыт потому что очень часто человека проявляется такой намек на желание такой но человек его не используя тут живу крышкой расход и но это очень просто то есть этот навык он тренируется есть желание сразу делайте вообще отключите вот этот момент афферентных эфферентных волокон и мозга потому что мозг это всегда то та субстанция которая будет просто скажем так придумывать как сделать так чтобы не дай бог не сделать больше супер на то есть система очень просто здесь живите здесь и сейчас это с одной стороны просто с другой стороны невозможно я даю понятные инструменты есть желание его нужно реализовывать вне зависимости от того что говорит мозг даже если для мозга это абсолютно не рационально потому что рациональности чтобы мозг не в моих действиях не включился не накидал ограничение мозг накидает ограничение сразу мы когда происходит желание мы обращаемся к мозгу вот чем ты тупее как бы это странно не звучало чем у тебя меньше информация информация тем тебе проще а быть скажем так в таком ресурсе заряженным и жить и из ощущений они из мозгов то есть ну рецепт реально простой поэтому абсолютно любое действие которое происходит в моей жизни это всегда взрыв спасибо я рада что я я думаю что у меня так вот это вопрос хороший врос и интересные я надеюсь что эта информация была вам прямо прямо в яблочко на этой волшебной ноте ты хочешь мне задать последний вопрос но на него нельзя ответить так как это это понимаешь это все-таки был blitz у тебя нету вопроса нет ответа с неопределённым услышь мне в двушку все равно ты мне не засунешь я тебя не засовываю в двушку ты прожил жизнь правильно вот вопрос нет такого как мы столько долго живем вот нет и тишина ты же прожил 58 лет нет прожил меньше больше тебе будет 59 нет смысле знаешь как в этом анекдоте не-не-не-не-не еще раз мы завершаем мой возраст биологический 58 лет тех временных лет которыми принято считать жизнь на планете земля на вот сейчас и в твоей жизни очень много чего происходило очень много чего и сто процентов были вещи оглядываясь на которые упустим тот момент что они сделали тебя такого какой то есть сейчас но тем не менее были вещи которые ты делал но можно было их сделать давай так их все равно нужно было сделать но можно было на них не тратить энергию не тратить жизнь ну я не говорю что это лишнее но тем не менее я хочу чтобы ты определил наименее вещи на которые можно было просто не тратить вот столько а потратить вот столичка сто процентов они есть ну то есть сделать но эффективно как ты терапию сейчас проводишь они как пятилетняя такая пятилетка у психолога знаешь просто сократить чтобы сократил я сказал другое я бы начал изучать психологию в детском садике причем самое главное было бы психология женщины потому что у каждого мужчины максимум энергии идет на общение женщин если бы я не поняла ты слишком много энергии в своей жизни потратил на женщин и на бессмысленные действия ну давай так еще раз говорю можно они трансформировали каждой каждой каждая женщина с которой я жил с которой я встречался и благодарен потому что я не сомневаюсь я же говорю мы упустим этот один они меня учили конечно учили а вот я дурень понимаешь что можно это было научиться раньше и так вот всем люди вывод юрий много времени потратил на женщин а можно было это сделать чуть-чуть дневничный очень интересно куда бы ты потратил это время если ты все это знал ну ты представляешь сколько это у тебя же история длинная разная пипец в мире столько интересного например я бы опять же ту же психологию залез бы и залез бы еще дальше хорошо на этой волшебной ноте залезание еще дальше в смысле смотри психологию не только психологию я бы уже объездил весь шарик я бы заглянул бы те точки которых я наверное скорее всего по за ближайшие 40 лет уже не успею всех местах побывать я бы поднялся на эверест я бы хотя бы но это у нас еще будет у меня пугает я бы больше чего бы создал потому что блин когда ты понимаешь что есть много времени ты расслаблен и тут же такая жидбушка приходит когда ты понимаешь что времени ограничены твой мозг говорит нефиг рыпота все и так уже все не успеешь вот это два заглюка который я бы скажем так вывал бы в середину то есть постарался бы жить в том варианте когда время очень ценными и проживать каждую секунду максимально на максимальных я про жизнь на максимум каждую секунду у меня это пришло очень рада я будучи это кстати то с чего началось мое отсутствие сна мой отказ от сна был из моих страхов что я хочу успеть я знаю и вот этот момент я даже не пытаюсь с ним я одна нашла для себя решение это будет прям отдельная тема отдельного разговора потому что это очень интересный разговор но я нашла для себя решение я согласилась тем что я могу успеть все и я просто успеваю все и все это самое простое решение потому что не нужно адаптироваться я успеваю все я настолько засунула динамики в своей жизни что тебе остается просто бежать сзади тренироваться самый быстрый самолет не поспеет за тобой а ты поспеваешь тебя люблю благодарю тебя за этот подкаст я надеюсь хотя не очень сильно расчаровал мне понравилось понравилось это самая лучшая похвала который может быть моей жизни я рада а от себя я хочу абсолютно каждому зрителю которые нас смотрят вне зависимости от тех отношений которые у вас сейчас есть или которые вы хотите чтобы были единственное и самое важное что должно присутствовать в этих отношениях это разговор когда ты снимаешь абсолютно все ярлыки себя со своей второй половинки и просто общаешься стараясь максимально говорить из позиции себя и своих ощущений не пытаясь рассказывать что-то про кого-то или про чьи-то какие-то действия то есть абсолютно любой диалог начинается с того что вы вы даете свои ощущения и когда вы найдете вот этот возможность услышать что чувствует другой человек у вас никогда не будет к нему претензий и с этого начинаются кайфовые взаимоотношения и вот это на мой взгляд уже не просто симпатия страсть это то что называется любовь